Сегодня по дороге на работу у Владимира незапланированная остановка. Спустило колесо. Времени на ремонт мало. Чтобы успеть в офис, нужно ускориться 30 км в час. Для участника 100-километровых веломарафонов это не проблема. Да только вот машины на дороге мешают. Ездить приходится прямо на проезжей части. А водители автобусов и грузовиков любят подрезать. Наши доблестные большие автомобили, которые везут много груза, полезного и важного, они считают, что проехать в радиусе 30 см это самое нормальное. Но там такой поток воздуха, что тебя просто сдувает. По тротуару ездить очень неудобно с точки зрения... Ну там есть пешеходы. А скорость движения велосипеда все-таки выше. Порой ради безопасности велосипедистам приходится нарушать. Съезжать на тротуар, где зачастую они становятся помехой для пешеходов. Борьба за место на дороге нередко ведет к трагедии. По данным ГИБДД с начала этого года в результате ДТП погибли два велосипедиста. А семеро получили травмы. Велосипедист должен двигаться по краю проезжей части. Разрешается двигаться на велосипеде с 14 лет, уже зная правила дорожного движения. Разрешается двигаться также по тротуару, не создавая помех движения пешеходам. Запрещается велосипедистам поворачивать налево. А также, самое главное, запрещается переезжать по пешеходному переходу на велосипеде. У нас такой случай был. Мальчик переезжал по пешеходному переходу, попал под автобус. Даже при соблюдении всех правил дорожного движения вероятность столкновения между автомобилем и велосипедом достаточно велика. В городе нет ни одной велодорожки. Три года назад архитекторы Барнаула предлагали такие создать на центральной аллее Ленинского проспекта. Однако сами велосипедисты раскритиковали эту инициативу. ПДД запрещает движение по проезжей части при наличии велодорожки. Это должна быть замкнутая система городской, взаимодействовать и с транспортом, и с пешеходом. И она должна иметь еще и объекты, какие-то велодромы отдельно для спортсменов. По словам городской администрации, первая в истории Барнаула велодорожка все же появится. На улице Георгия Исакова на участке от Матросова до Малахова в рамках проекта «Городская среда» появится шесть велопарковок с навесами, проложат новый асфальт. В теле аллеи будет смонтирована отдельная велодорожка. Реализация строительно-монтажных работ запланирована на дорожно-строительный сезон текущего года. Основная проблема на сегодняшний день в центральной части города по созданию велодорожек это уже сформировавшаяся жилая застройка и существующие поперечные профили автомобильных дорог. В Европе застройщики оказались более лояльны к нуждам граждан. В Германии, Голландии, Италии, Дании новые районы проектировали с учетом велосипедных зон. И это не просто отдельные дорожки, а целая инфраструктурная сеть. Ну а велосипедистам Барнаула в ближайшее время пока придется ютиться с пешеходами и автовладельцами. Анастасия Борисова, Михаил Лифуншан, Новости.